Это мне в общем-то не наплевать, потому что она создает, она формирует общественное мнение, она реально дезинформирует общество. Общество не знает, общество интересуется политикой от случая к случаю. Вот говорит ответственный человек, достаточно популярный, кстати говоря, среди части жителей Латвии, довольно большой части, она говорит, что я занимался антигосударственной деятельностью, что моя вина была доказана, что я был задержан и так далее. Она вот реально дезинформирует общество, все телеканалы повторяют ее ложь и так далее. А на самом-то деле, вот только честно, как было? Вы не занимались антигосударственной деятельностью или вы занимались, но не было доказано? Занимался человек или не занимался, это решает суд. Да, то есть я не занимался. Нет, конечно. Ну, Андрей, ну посмотрите мне в глаза, неужели? Нет, нет, но есть вопросы, которые я должен вам задать, понимаете? И моего личного отношения в этих вопросах нет. Юрий Золин. Следователи так говорят. Да? Да. Добрый вечер. Нет, ну ладно, есть целая программа на канале ТВ3. Я должен тебе задать определенные вопросы. Ничего личного, да, и вот они, так сказать, занимаются расследовательской журналистикой. Действительно ничего личного. Юрий, прошу вас, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. У вас будет время, может быть, поделись или как. Зайдите на сайт, на ДОС или еще где. 26 сентября был бывший сотрудник нашей полиции безопасности, Анноль Бабрис, там давал интервью. И он сказал, что, в принципе, законы пишутся для дураков. Если кого-то надо убрать, то надо убрать. Я очень боюсь. И что, скажем, больше у вас... Не то, что боюсь, у меня есть сомнения. Вот у вас был на передаче, когда повод из Фреймани, как-то неудачно он взял и умер на улице. Как-то неудачно умер этот бывший Айсарк, там Риба, по-моему, его фамилия была. Как-то тоже поступало. Но Риба умер в 97-м году. Он не узнал. И я очень... Про что я думаю? Что эту мульку, или как их запустили, службу безопасности, которым мешает этот Линдерман. И которого завтра Линдермана могут убрать, а мы все будем думать, это Шишкин или его компания. Поэтому, если опасаться ему кого-то, если ему кого-то опасаться, то надо думать, этот круг расширить этих людей. И вот так вот я думаю. Да, спасибо, Юрий. Но вообще вы не правы. Вообще Арнольд Бабрис никакой не сотрудник полиции безопасности. Это бывший начальник первого управления САП, бюро по защите САТВАРСМА. И я думаю, такие факты, Юрий, должен знать каждый гражданин Латвийской республики. Шучу. Насчет того, мешаете ли вы спецслужбам. Вообще, на месте спецслужб латвийских я бы вас на руках носил и приглядывал за угла, чтобы, не дай бог, с Линдерманом ничего не случилось. Потому что сколько звездочек можно получить на Линдермане, на его допросах, на слежке, на оперативной деятельности. Можно записывать, я не знаю, там трехчасовые концерты своей подруги, ну, будучи в погонах, да, и говорить, что это пятая жена Линдермана поет. Вот мы провели уникальную оперативную операцию, дайте нам премии. То есть таких, как Линдерман, надо беречь по логике спецслужб. Можете согласиться? Ну, я все-таки думаю, что это все так немножко преувеличено. То есть, все равно, ну, власть и ее вот все эти структуры, я думаю, что, независимо от того, что они там получают какие-то, может быть, кто-то когда-то получил премии. Хотя, может быть, получают и выговоры. Ведь, понимаете, ни одно дело там, все дела развалились там, ну, все такое. А сколько было дел, напомните, вот против, в отношении вас? Ну, если говорить, вот как сейчас говорят, возбуждение уголовного процесса, то семь. Я включаю уже вот это по Латгале, это седьмое. Да. Может, если я, может быть, я уже даже сам сомневаюсь, может, я на одну ошибся в ту или другую сторону, но я так сел, записал на бумажке, ну, вот семь получается. А в России были какие-то отдельные дела в отношении вас? В России, в общем-то, против меня не было уголовных дел. Там, я же сидел в Лефортово по вопросу о выдаче. Да. Да? О выдаче Латвии. То есть, это в рамках того дела, которое было здесь заведено. Слушайте, у вас нет ощущения, вот исходя из вашего личного опыта со спецслужбами России и Латвии, что дипломатические или политические страны воюют, обзываются, а вы там русские оккупанты, а вы натовские бандиты. А на уровне спецслужб идет очень хорошее такое сотрудничество, даже какое-то братское понимание между полицией и безопасностью или САБом и ФСБ России. Вы никогда не приходили к таким, ну, что ли, наблюдениям? Ну, я думаю так, вот мое мнение, что может быть лет некоторое количество назад, когда еще работало достаточное количество людей, которые заканчивали одни и те же училища, одни и те же академии, ну, и т.д. и т.п. И когда для этих людей было вообще не вопрос, там, просто позвонить по телефону, там, не знаю, из Киева в Ригу, из Риги, там, в Алма-Ату и т.д., да, и это свой человек, с которым ты там вместе отдыхал, знакомый с семьями, женами и прочее, да. Но сейчас я думаю, что это уже... Разошлось. Да, ну, просто уже совершенно другие кадры сидят во всех структурах, и думаю, что это не так уже. Вам Мара из города Цесис хочет задать вопрос. Мара, добрый вечер, прошу вас. Алло, Мара, надо говорить. Лавакар. Лавакар. Малиндер. Малиндер кунгам яутаймс. Ка, венш, коменте, медведев кунг пазынюем, ка кривия висим, и я прор криву лод. Спасибо. Но вас Мара называет так, знаете, уже как вас в партии, Линдер, Линдер. Слышь, Линдер, вот тебе вопрос. Как медведев говорит, что надо знать русский язык? А что тут? Ну, надо, я здесь говорю, я вслед за ним и здесь повторяю, что надо знать русский язык. Расхождения как бы и нету особенно. Ну, если уж так и подчеркнуть, ну и латышский тоже надо знать. Ну, а что? Я разве когда-то сказал, что латышский знать не надо? Надо. Ну, и русский надо. Ну, исходя из той реальной ситуации, какая есть в Латвии. Слушайте, а вы вот, ну, проведя год назад, практически скоро годовщину, будем отмечать, референдум о придании русскому языку статуса второго государственного, вы стороннему наблюдателю, кажется, тому самому, который не занимается политикой и не читает каждый день целенаправленно новости про там коалицию и так далее, ему кажется, что вы как-то и попритихли. И, в общем, ну, было там что-то про Латгалию, как-то все, да не так громко, как про русский язык. Вы вообще планируете партии, ну, скажем, идти на выборы в самоуправление? Ну, да, планируем, планируем. Ну, просто я считаю, что референдум, это была такая пороговая, да, черта. Вот мы ее перешли, и после этого возврата уже назад не будет. То есть уже вот вопрос вот межнациональных отношений в Латвии, уже, ну, все эти программы так называемой интеграции, интеграции, а на самом деле ассимиляция, это все рухнуло. На самом деле большой шаг вперед сделан. Теперь, теперь надо, да, двигаться дальше, двигаться дальше. Ну, а почему, посмотрите, там вот партия Единства уже выставила своего кандидата в мэра с армией Тейлорта, она предлагает там пакт против Центра Согласия и все. Партия Затлерса, ну, партия Реформ, значит, называется, своего кандидата. Национальное объединение вообще раньше всех выставило своего кандидата Байбу Броку. А у вас и мэра нету, или как? Вам несерьезно все это? Нет, у нас есть, но у нас 2 февраля будет съезд. Ну, я могу назвать фамилию, она уже достаточно, имя и фамилию достаточно широко известны. Пойдет Иларион Гирс, юрист. Кандидатом в мэры. Да, да, так сказать, вот там на том фланге. То есть заметьте, как Ушаков из журналистов, Эллер, ты из журналистов. Да. На том фланге юрист. Байба Брок, юрист, преподаватель юрфака. Тоже юрист. Но как бы так вот окончательно подведет... А, кстати, Инга Антона из партии Заттлорса тоже адвокат. Ну вот, вот. А, ну, будет съезд, и это как бы не должно быть моим только личным мнением. А вы лично будете участвовать в выборах? Ну... Или эпопея с гражданством для счастья годы? А тут вообще очень интересно, мне перенесли. Ну, то есть я выиграл в первой инстанции, там, я считаю, что выиграл просто с треском, да. И я думаю, что такой приговор, он уже останется во всех инстанциях. Там очень сложно что-либо сделать. Но мне интересно, что перенесли суд, вторую инстанцию ближе. То есть вот у меня будет в феврале. Будет в феврале. Если я выигрываю этот суд, и, предположим, такую фантастическую возможность, что УДГМ не оспорит этот приговор. Я думаю, что оспорит, но так. То, ну, как, скажем, я могу получить гражданство быстрее, чем предполагал. Потому что экзамен я там, безусловно, сдам. Но теперь еще вот этот новый закон будет уже, вероятно, скоро с этими поправками о гражданстве, где меня могут зарубить уже дальше, там, ну, в плане... А вы думаете, прямо подлинный роман и пишут закон? Или это... Вот этот закон, это я не думаю. Это я уверен на 100%. Потому что там есть такие моменты, да, которые, ну, применимы вот так. Понимаете, там раньше не было такого, что человек после 91-го года разделял какую-то идеологию. Там было, что человек должен что-то совершить. Ну, совершил, был суд, приговор, что он там что-то пропагандировал, не то. А теперь, значит, можно отказать гражданству человеку, который разделял какую-то идеологию. То есть без приговора суда. Ну, это ясно, что это... Ну, по-моему, всем ясно, что он написан... Ну, под меня и Евгения Осипова, да, то есть я не вижу просто других вариантов. Нет, но мы можем напомнить, какую идеологию вы, так сказать, разделяли, и этих идеологий было много. Да, нет, нет, но там, имеется в виду, там было написано... Я вот не знаю, прошло ли это в третьем чтении, был написан вообще национал-большевизм. Но там вообще все, там есть и коммунизм, и шовинизм. Вот что такое идеология шовинизма? Что это такое вообще? Что это такое с точки зрения там... Ну, тогда можно и мужской шовинизм туда приписать. Да можно все, что угодно, конечно. И женский шовинизм, да. Давайте Янис тогда послушаем, а потом вехи биографии Лендермана уже после рекламы. Янис, слышите нас? Добрый вечер. Добрый вечер. Андрис, прошу прощения, извините. Ну, благодаря Лендерману, но наивные латыши, благодаря ему, как и вирсу, потеряли свои иллюзии. Ну, у латышей было много иллюзий насчет, там, как сказать, лояльности большой части населения и так далее. Ну, это что скрыто хуже, чем открыто. С той стороны хорошо, что Лендерман, как сказать, той части населения, ну, как сказать, отражает мнение. А другое дело, вот в отношении Лендермана очень доброе тут, как сказать, это все отношение в Латвии. Если бы Россия, там, вот, как он бы подумал, если бы там на второй язык кто-то собирал референдум там, он даже референдуму бы не дошел. Я сомневаюсь, что там вообще такое бы возможно было. Там, хоть за украинский, хоть за китайский язык, даже в одной губернии. Да, спасибо, Андрес. Но это все вот фантазии. В России нет такого вопроса, понимаете? Я же не взял вопрос... Нет, насколько я знаю, вот второй язык в Татарии, в Башкирии... Во-первых, в Татарии есть Башкирия. Без референдумов. В Дагестане там этих официальных языков, там тьма, понимаете? То есть в России нет такого вопроса. Там есть других, много вопросов там, да? Но этого вопроса там нет. И вот то, что человек говорит, это говорит о такой вот зашоренности людей, такой провинциальности. Они вообще не понимают, как весь остальной мир живет. В России никогда такой инициативы не было. Даже у тех, каких-то там настроения... Есть в России, да, сепаратистские, допустим, где-то там Кавказ, еще что-то. Ну, даже там вопрос языка не ставится. Это вообще, понимаете, в России, ну, скажем, живут мусульмане. Для мусульманина вообще язык является, ну, второстепенным вопросом. Множество языков для мусульманина является бедой. Потому что это, это как бы наказание Божье, а вовсе не... Ну, последствия Вавилонского столпотворения. Да, да, ты, ну, я просто к тому говорю, что вот люди-то ничего не соображают, да. А то, что лишили иллюзий, да, очень хорошо. Ну, и русские лишились иллюзий. Они тоже многое увидели в ходе этого референдума. Знаете, я хочу несколько электронных посланий почитать в ваш адрес. Самых разных. Пишет Петр. Лендерман – это генератор идей. Референдум о русском языке в Латвии он провел с блеском. Нацки после этого просто озверели. Да и спецслужбы пристально приглядывают за Лендерманом. Поэтому Лендерману надо поберечь себя. На полицию надежды ведь никакой. Я знаю многих знакомых, на которых было совершено нападение. Преступников ищут, вернее, не ищут уже десятки лет. Вот она, хваленная латвийская демократия, написал Петр. Значит, Андрей написал вам. По-моему, вся эта клоунада и вброс информации о покушении на Лендермана, она делается для отвлечения народа и особенно латышей от более страшных вещей, таких как вот евро под коверные игры правящей коалиции. Все это уже проверенный способ поддонков у власти, который на данный момент использует наше правительство. Так что покушение это цветочки скоро будут клюковки. Андрей, я просто вот когда слышу все эти глупости, потому что я их слышу часто. Вот каким образом тот факт, что я написал о том, что на меня возможно готовится покушение или нападение, каким образом это может отвлечь людей от счетов за отопление? Это надо полагать так. Вот этот умник, который пишет, наверное, так. Человек получил счет за отопление, он там в бешенстве, возмущен, включил телевизор и там расстрел Лендермана. Вот все, у него мысли про отопление улетели, вот теперь он думает только про Лендермана. Но это бред. Понимаете, это вот те стандартные вот куски бреда, да, которыми просто людям морочат голову. Отопление это одно, это катастрофа для многих людей, вот я мне соседи рассказываю. А то, что Лендермана там, допустим, есть люди, которые бы хотели видеть его, ну, скорее мертвым, чем живым, да, это другая проблема. По-моему, люди достаточно развят мозг человеческий, чтобы включить много проблем. Вот теперь я другое, прочитаю уже третье послание, скажите, это бред или не бред. Вероника пишет. Пусть господин Лендерман посоветуется с астрологом. Скорпиону два с половиной года надо быть теперь очень осторожным, так как Сатурн с октября 12-го года вошел в знак Скорпиона. «Успеха не будет, реальная опасность». Конец цитаты. То есть она знает, что я Скорпион. Ну, вероятно, да, вашу биографию изучала, сколько раз показывали. Ну, я принял сведения. Да, вообще вы верите? С Сатурном шутить, действительно. Ну, вы верите в эти...